В 2016 году на территории области зарегистрировано 19 тысяч выпадков травмирования неполнолетних. 102 детей загинули. Статистика свеча из празднижения у зровня смертности. 102 выпадки лета супраць 123 у 2015. Али их этой лечбы выглядают чудесно. Анализ причин смерти и травматизм у детей показывает. Найбольш часто их причиной является отсутность контроля с боку батьков. Дорослые так само недооценивают необходность творения беспечных умов проживания детей. Есть к чему стремиться, есть над чем работать, потому что уже в этом году погибло 5 детей. Причины различные. Это, соответственно, и психологическое состояние подростков, это, соответственно, и то, что недосмотрели родители. Это ряд вопросов, которые связаны с воспитанием именно родителями своих несовершеннолетних детей. Ещё одна проблема, якая на особым улику у комиссии по справах неполнолетних – детячая злочинность. Шастей за всё подлетки здесь сняются крадежи, хулиханства и увязываются у гандаль наркотиками. У 2016-м в области означается снижение колькости злочинств, здесь наных неполнолетними. Однако меняется их специфика. Интернет – новое широкое поле для криминалу. Есть же очень много сегодня, к сожалению, таких термальных видов занятий детей, как прыжки с крыш, селфи на крышах, с мостов, прыжки тоже. Это всё происходит объединение в интернетах в эти группы. В эти группы объединяются дети для занятия противоправными действиями. Но мы все знаем, что сегодня торговля наркотиками идёт посредством интернета. До криминалу, суициду и пошуку дрянной кампании подлетка часто приводит отсутность агульной мовы с батьками. У дельники посяжения комиссии по справах неполнолетних констатуют, дятей у первшую чергу выховывая семья, и она повинна организовать безпеку и психологичный комфорт. По выниках посяжения комиссии по справах неполнолетних гомельско-габлого конкама затвержденный протокол доручения, а так само – зворот до батьков. Основный его посыл – будьте максимально уважливыми и отказными за своих и инших дятей. Настасья Кучинская, Михаил Рабко, Телерадио, Компания «Гомель».